нет хурмы не хочу спасибо добрый вечер я сейчас в гостях у того чье имя не нужно так часто упоминать в ютубе лиля вот она мне говорит не делай у меня видео у меня дом в состоянии ремонта я вам сейчас просто расскажу это пошпаклёвано это пошпаклёвано что здесь будет панель до панель они около двух недель как переехали в этот дом поэтому как говорят немцы наху нах это не по-русски девочки наху нах это одно за другим это постепенно все это делается чего есть вообще сюда приехала просто так если они как-то не приезжаю вот кстати перчик вкусно очень-очень сейчас буду блинчики делать фаршированные я сюда приехала потому что у меня полетел принтер в общем мне нужен принтер они мне говорят у нас есть принтер не покупаем и тебе дадим но я когда вошла на кухню я знаю что у них всегда все такое модерновая то есть у них можно свет включить просто заходишь дома говоришь алекса включи свет алекса выключить свет алекса там принеси мне кофе закажи мне кофе но алекс это типа алиса у вас в россии правильно в украине есть алиса наверное да я не знаю в общем нас алекса такое радио может быть как радио может быть как телевизор ей можно там поручить что-то купить в интернет-магазине она тебе купит выберет самые лучшие цены и так далее я эту функцию отключила потому что я когда-то заметила чисто случайно у меня какие-то странные передвижения на моем счету и поняла что дети которые приходят в гости там с алексой игрались по заказывали чего-то в общем вовремя заметила поэтому у меня эта функция отключена но тем не менее я знаю что у них здесь все хай-тек если бы я осталась в этом доме переночевать я бы наверное не знала как по нему передвигаться потому что все в камерах везде все вот это вот в общем свет выключается с телефона либо ты просто говоришь выключи свет в итоге я захожу на эту кухню и думаю что у них новый тостер и только хотела сказать вы сейчас еще делаете ремонт кухни зачем вы уже покупаете технику в общем оказывается это как это называется принтер который работает с помощью вай-фая правильно как его установить включил в розетку взял пин вай-фая дальше на самом деле все гораздо проще смысле вообще его лучше не бери все дай чтобы спрашивать вас в гости я могу пригласить завтра завтра у нас рабочий день я могу с собой захватить блинчики заодно блинчики покушать сейчас она его пытается подмазать блинами галка собой на работу возьмет блины ты приедешь завтра его установишь ладно мы сделаем это по-другому я попробую его сама установить я не хочу с вами ездить я застрахована но мне лучше когда я держу вот но может и поедем завтра если youtube не будет запрещен то поедем даже сзади сяду буду вести себя хорошо в общем тогда я забираюсь часто принтер вы завтра приезжаете я вас заманиваю блинчиками вчера были с творогом сегодня будут мясные вот до скорого идем делать блины смысле чё блины прошу прощения просто была такая фраза а почему блины что мама не привезла тебе с творогом блины зажала сама наверное по дороге съела вы с мясом не любите вы любите с творогом значит сделаю с мясом из творога у меня творог еще остался с изюмом или без такие фельдеперсовые метро зина надо он эрозином байдос так идите знаете куда тогда все сделаю вы понимаете в чем дело есть люди которые не едят малину у нас в семье есть люди которые не едят вишню либо клубнику либо либо кто-то не ест изюм поэтому альзу с изюмом делать ну все значит у меня просто еще немножко фарша осталось я сделаю часть блинов с мясом а часть я сделаю с творогом ну так звучало как будто сейчас изюм из фарша не хотят будешь ну нужно спросить я еще делаю один винт бойтель такой десерт показала мне девушка белорусска очень легкий очень вкусный очень классный но там заливаются фрукты желе в итоге такая творожная масса а потом заливается желе с фруктами так есть люди которые не едят фрукты не едят желе что с ними делать ладно я забираю принтер и мы едем печь блины до скорого скажи своему мужу пусть не переживает пусть не переживает его не видно в youtube этот котяра на котором на прошлом видео здесь летали плазмоиды или весь youtube это самое весь youtube всполохнулся пишут мне у тебя за спиной летит плазмоид так мы знаем тут же магия везде царит как мимо к себе взять и прошлый раз после того как я взяла глаза лили ленин балдеет сразу от меня а может быть и от меня лилечка у меня не съест это не эта порода котов которая есть добрых людей отчет его не настроила против меня тебе надо котов надо воспитывать по другому смотрел мультик годзилла боже какой он ленивый или расскажи чего случилось на днях котик вышел погулять на крышу его снимали всем силу он ночевал на крыше а почему вы мне не позвонили слушайте мы такое пропустили youtube каналом я в шоке не специально не сказали чтобы я с камерой не приехала 6 часов а чего его там не оставили на крыше я поставила лиль подержи пожалуйста возьму его на ручки мне нужно уже убивать на положи свою это что-то там ешь тоже на радость тут феликса выловили он всему боится феликс он сейчас убежит так все он убежал это ты так захотела то что наберу имя нельзя так часто называть в ю тубе киви да но киви сейчас начнет фестиваля на черном не видно черное вот эти товарищи которые лиля она опять это делает забери и лиля это у меня новое пальто в тот момент придется вырезать когда мне год рвет новое пальто с ума сошел это в эллинштейн ты это дороже чем если бы она тебя на норочку все в общем ухожу от них там стоп 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 тебя не видно тебя не видно вот вот в общем котяра здесь такой сидит это киви да киви скажи привет привет youtube привет в общем феликс сбежал на крышу и что то что то куда же я не повернусь везде видно ваш ремонт в общем ты сказала что феликс на крыше провел 6 часов вы не могли его снять пока не пришел папочка хочу папочка где папочка был 6 часов так он начни ночевал на крыше 1 понятно ладно все пока здравствуйте 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 мои дорогие пока я вам начну рассказывать чем мы сейчас будем заниматься хочу поблагодарить каждого отдельно из вас за такую активность на канале вы супер вы молодцы мотивируйте скажу вам честно ну в общем я видела комментарии где упомянули что да мы не против посмотреть как вы блины жарите поэтому сейчас будем делать блинчики я всегда это делаю на глаз я не знаю как это получится но у меня вчера после фаршированного фаршированного перца осталось еще немножко вот такой комочек буквально фарша поэтому я хочу сделать мясные в духовке опять-таки и также с творогом для моей сестрички лили и поэтому вот сейчас скажу так фарш начинка мясная у меня уже готова я просто пожарила лук добавила фарш сильно не зажаривала чтобы было мягеньким добавила рис теперь все это должно остыть пока мы будем заниматься блинами и очень надеюсь что с одной порции также хватит блинов с творогом потому как тот чье имя нельзя называть так часто в ю тубе не хочет с мясом либо не любит не знаю в общем поэтому для нее будем делать с творогом так ну в общем начинаем взяла себе уже фартушек в ландхаус стиле кстати ландхаус стиль это не всегда цветочки рюшечки бабочки ландхаус это также как бы это правильно сказать вообще ландхаус ланд это земля то есть это такое больше не знаю сейчас убью всю романтику но если это дословно перевести то это как бы такой сельский стиль до крестьянский стиль я очень люблю ландхаус стиль я люблю курочек поросенков котенков и так далее то есть вот это тоже относится к ландхаус стилю вот такие вот стулья тоже да вот такие гардины вот такая люстра вот как-то так потому что у меня еще кто-то спросил что такое ландхаус стиль меня очень удивило что везде называется как-то это по-другому по-разному так ладно сейчас о блинах я блины всегда делаю на глаз ну попробуем сейчас вместе с вами на глаз это повторить я взяла 4 яйца пол-литра молока здесь уже у меня щепотка соли щепотка сахара мука и очень обязательный ингредиент это подсолнечное масло то есть без него никак как я всегда делаю блины блинах есть такая заговорилась ладно сначала яйца яйца но вообще всегда не только на выпечку но чтобы я не готовила я всегда это делаю с ингредиентами комнатная температура так наверное камеру вот так подниму немножко так видно то есть у меня яйца комнатной температуры так что у нас тут плавает теперь шкарлупка яйца комнатной температуры молочко комнатной температуры так на этом этапе я добавляю муку муку я добавляю всегда на глаз ну скажем так допустим стакан муки потом буду смотреть а может больше вообще не кажется стакан обязательно просеиваем не совсем стакан получилось немножко больше муку просеиваем всегда для того чтобы она наполнилась кислородом и блинчики наши были мягенькие так сделали отлично вот получается как-то так размешиваем это все то есть у нас должна получиться получится должно густое тесто очень густое тесто и потом вот это густое тесто мы будем постепенно разбавлять молочком вот видите какое вот такое мой бедный венчик молоко добавляем постепенно то есть не сразу все конечно это дело можно делать и миксером но мы не ищем мы не ищем легких путей и добавляем масло подсолнечное ну скажем так масло подсолнечное я не жалею потому что если у вас блинчики не мягкие значит у них скорее всего не хватает подсолнечного масла это все хорошо размешиваем и разбавляем это молочком пока это все не будет более жидким насколько жидким у нас только какими должны быть блины я вам покажу позже так чуть не хочет выходить так давай не занимай нам эфир нас тут время а то опять растянется на три часа вот так вот постепенно постепенно разбавляем это молочком смотрите размешиваю да и вижу что в принципе на это количество муки у меня мало молока поэтому я думаю блинов у нас получится больше чем на пол-литра но зато хватит на всех вот это еще слишком густое нужно еще добавить молока делаю это очень часто на глаз потому что люблю блинчики тонкие но также люблю и блины которые толстенькие сладенькие на кефире если кстати добавить немножко больше сахара то они будут быстрее но я не хочу сказать пригорать но они будут более румяные там нужно будет побыстрее работать а если еще добавить и крахмала то они вообще будут когда говорит моя бабушка как папиросная бумага вот в принципе достаточно видно да жидко но масло можно не жалеть я не знаю как люди это дала там пару ложек подсолнечного масла но я здесь добавила точно полстакана потому что если масло будет мало они будут твердыми не будут мягким вот в принципе все готово даже еще жижи сделала видели 4 яйца муки примерно стакан все это густо замесила а потом постепенно разбавляю молочком но дверь но стакана молока мне не хватило поэтому я добавила еще чтобы вот скажем так сейчас когда буду это выливать на сковородку вы увидите чтобы это было жидким и обязательно подсолнечное масло щепотка соли щепотка сахара если бы я не не фаршировала их мясом а только делала сладкие может быть я добавила бы немножко больше сахара но я не люблю скажем так те же торты либо еще что-то когда ты не чувствуешь вкус ингредиентов и чувствуешь только сахар вот такое не люблю все готово теперь идем их шарить так сейчас посмотрим с вами примерно какая густота видно да то есть чем-то напоминает суп пюре если я сейчас начну их жарить на сковородке увижу что они недостаточно тонкие для меня тогда их еще раз добавлю молочком еще добавлю подсолнечного масла мы как-то все дружно купили друзья и родственники такую специальную жарилку для блинов и к ним прилагается такая плоская палочка которая вот это вот делается но я честно скажу я не могу к ней привыкнуть вот у меня есть моя любимая сковородка на ней я всегда это делаю кстати мне так интересно где эта штука для блинов вот почему-то не могу кстати у нас продается здесь в метро и готовая смесь для блинов но я как-то всегда этому удивляюсь и думаю это люди покупают не проще не проще просто так это сделать по обычному как бы потому что по факту блины это самое простое что можно сделать и очень вкусная готова начинаем сейчас мне опять напишут как она опять ест на камеру а вы знаете да очень просто потому что это все нужно попробовать посмотрите они очень-очень мягенькие видно да вот и довольно таки тонкие попробовать надо обязательно очень нежный мне это нравится так следующий уже готов очередной адвенчик готов класс такие румяные получаются это из-за сахара потому что немножко больше добавила сахара и тогда вот кристаллизируется и получается вот красивая корочка кстати хотела вам рассказать мне сегодня из якутии опять пришли фотографии северного сияния она изумрудного цвета небо зеленое это так красиво что описать просто тяжело я отправила люси сообщение спросила у нее можно ли эти ее фотографии показать всем вам я думаю что можно но все равно жду ее ответа и когда она мне ответит я думаю что она скажет да тогда обязательно вам это покажу тогда знаете вот как делают встречу одноклассникова нам нужно можно будет устроить тоже встречу ведьмы встретиться всем вместе в якутии мне так интересно по поводу якутии как часто туда вообще летают самолеты насколько это далеко но должны самолеты часто летать мы-то посылки часто отправляем правильно немножко прозевало пахнет так классно следующий заведующий разные как что я как м так фокус фокус говорю специально тихо чтобы не дай бог не проснулась моя мама у нее как раз две недели отпуск и она подрабатывает у меня таксистом если она проснется и найдет меня на кухню реакция будет как во времена школы на плохие оценки за поведение вот столько примерно их получилось они еще тепленькие я жду пока не видно да я жду пока в общем они остынут я уже приготовила на столе желтки я добавлю эту смесь еще сыр просто вот если бы я для себя делала вот совсем совсем на мой вкус я бы добавила вареное яйцо либо я бы добавила обжаренные грибы так как грибы не едят яйцо в таких вещах некоторые тоже не едят но значит будет рис с фаршем и лучком но все равно добавлю сыр потому что сыр мне нужно так как это рис мне нужно более что-то связующее связывающие в общем склеивающие желточек тоже добавлю потом это все заверну переложу сливочным маслечком немножко водички в духовку будет готова начинаем начинаем продолжаем я уже не знаю я уже не знаю к тем надеюсь надеюсь так будет видно такая веселая компания так что я делаю блины не одна все видели кстати ей уже 150 лет а может и больше я добавила сейчас вот в эту смесь там фарш рис все это с лучком поджаренным я добавила еще сыр для того чтобы она более связующие было и у меня есть меленый орешек я его тоже добавлю чтобы она немножко поплотнее было вообще я эту муку эту ореховую использую для пирожков мне хочется потому что просто рис взяла другой который я раньше не брала в другом супермаркете потому что я всегда говорю я люблю маленькие супермаркеты но так как у меня сейчас сезон на работе поэтому я не успеваю в нормальный супермаркета нормальный это у нас а т.д. типа украинского а т.б. называется нет а либо пенни либо что в этом роде поэтому мне приходится идти в реал реал это такой знаете типа как в украине билла или там я не знаю там в таком плане да и я уже постепенно начинаю в нем ориентироваться потому что всегда поражаюсь кому это надо столько всего пока найдешь то что тебе надо катастрофа да вот я добавила это это миндаль это измельченный миндаль перебарщивать не буду так сушите чем-то по виду напоминает кучу видимо и хорошие завтра у нас открытое воскресенье в госларе открываются все с обедом поэтому можно будет выспаться посмотрим каким будет завтра день самое интересное если честно потому что они это еще и как там связали с этим фестивалем мультика то ли музей какой-то открывается не знаю видно да вот так мне конечно интересно хватит ли мне блинов для того чтобы еще и с творогом сделать потому что я лили пообещала блины с творогом так они такие красивые посмотрите и мягенькие я уже кстати думаю что готовит на рождество чтобы такое приготовить прошлый раз мы с моим братом запекали индюка я такого выбрала что он еле поместился в этот в духовку представляете переборщила порвался поэтому я его еще один заворачиваю и все чтобы голову не морочить такой блин монстр получится посмотрите какой огромный вот классно когда готовишь и в семье все все едят у нас вот так вот если взять наших родственников всех до поставить под одну линейку один не ест малину второй не ест грибы третий не ест рыбы четвертый не ест свинину там еще кто-то что-то не ест так сидишь и думаешь блин люди чем вас вообще кормить я например ем все если к вам в гости еще вегетарианцы придут это вообще абсолютно трэш сейчас ничего против вегетарианцев у меня как-то в гостях была вегетарианка которая не ела паприку не ела чеснок не ела помидоры не ела цукини у меня сейчас спросите а что она ела это было очень весело я маме сказала вы никогда сложно не было так для кого-то ну кого-то встретить а мама на это все посмотрела и говорит она не хочет следующий раз со своим кормом прийти как то так потому что мы всегда думаем что вегетарианцы они не едят только мясо но если например человек вегетарианец но при этом он не ест очень многие овощи например там ты думаешь ну ладно сделаю для них там синенькие с помидорчиками обжарю с чесночком по нашему да чесночок не едим помидорчики не едим цукини не едим синенькие не едим кошмар кошмарный я например ем все поэтому голодом заморить меня будет очень сложно мне сейчас попался блинчик который по центру был с дырочкой получится вот такой маленький а зеленый борщ кому-то интересно мы почему-то последнее время хочется зеленого борща мне просто интересно вот мы например готовим зеленый борщ на кефире не на кефире с кефиром и он нас действительно зеленый хотя это борщом особо не назовешь это все-таки больше суп ну принято так называть борщ кстати я полную ложку с горкой вот сюда вот кладу с камеру поставлю еще немножечко добавлю делаю таким как уберу видно делаю таким плоским заворачиваю в пеленку как сегодня там ребенок в магазине заворачивал ведьм опять-таки прижимаю чтобы он вот таким плоским был следующий заведующие я кстати думала что если начинка останется то все-таки добавлю в нее яйцо сделаю пирожочки в духовке но мне кажется начинки не останется а вот блины для тети лили останутся некрасивенькие что еще еще можно сделать пару штучку все-таки наверное останется вот бы классно было во время приготовления еды с вами вести чат прямой эфир только в то время когда я еду готовлю ваши все еще тогда спите там я думаю только в якутии либо в канаде утро так мне нужно еще два блина ну да миндальная мука миндальный порошочек конечно заметно отражается на блинчиках так и последний блин мне нужен потому что больше не поместится такого делаю плоским чтобы ему форму придать как пеленочку слаживаю ой порвался так что что такое а что же это такое значит еще один кому-то попадется 2 увидели да так все-таки остались еще блины немножко можно еще сделать створогом творог творог вот руки скользят открыт мне как то что что такое а все соседи разбушу ой вкуснотень то какая написано сыр на русский манер вот так я кстати посмотрела у меня нет изюма я добавлю им клюкву говорить не буду о том что это клюкву вдруг не заметят добавлю сюда также яичко это все перемешаю кстати вот вот эти блины я их сегодня запекать не буду почему я просто их поставлю в холодильник и завтра вечером перед тем как будем садиться за стол тогда я их маслечком сливочным немножко водички и в духовку и тогда мягенькими будут сырочек расплавятся ну так чтобы они нагрелись на не сильно много воды чтобы они не расползлись а вот эти придется запечь потому что я пообещала что я завтра возьму в магазин небольшая емкость ванильный сахар я еще добавлю мой пахнет как ах этот ванильный сахар у меня с бурбончиком темненький ну ладно девочки ведьмочки вы это слышите слышите наверно сто процентов этот запах вот мне интересно мне догадаются завтра утром что это вообще не изюм потому что если им сказать а изюма у меня не было они скажут мы не изюм есть не будем поэтому так с творогом делаю их немножко меньше видно да в объеме потому что во первых у меня творога меньше во вторых пусть они будут понежнее сейчас опять таки возьму сметану посмотрю если у меня сгущеночка все это перемешаю немножечко добавлю молочка они ванильки можно тоже добавить и вот этим просто заливаю это и ставлю в духовку и все они тогда получаются как в творожной массе спешим 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 нет но в принципе вот у меня ушел литр молока на эти блинчики но мне действительно блинов хватило я уже часы прячу чтобы их просто никто не видел или нужно постепенно уже просто часы наверно так пришла на кухню готовить отмотала вперед сказала доброе утро знаете который час 4 рекорд а первый выходной будет знаете когда на следующей неделе будет свободное воскресенье но опять таки для меня это в это время привычный ритм только не надо говорить что нам на один блин не хватит творога так слушайте какая прелесть вот и когда потом разогреваешь в этой подливки в духовке они вот сами по себе нежные а с этой подливкой они становятся какие-то воздушные что ли глаз алмаз слушайте ну правда глаз у нас сейчас похвастаюсь вам так последние блины я очень надеюсь что я останусь здесь незамеченной меня спрашивают это почему вы не показываете там как вы живете это еще ну во первых у меня не все хотят в этом участвовать я вам скажу честно во вторых например город в котором я живу в котором изначально был мой магазин газель с гитой там вообще никто не знает что у меня есть youtube канал и мне как-то и не особо хочется два человека знают об этом три и на и на и лиля а так вообще никто не знает зачем так смотрите вот это с творогом прелесть я думаю лильке понравится и марселю а это мясные вот сейчас вот эти с творогом быстренько в духовочку и все и тогда гутенахт сгущенка вообще сгущенка мне кажется незаменимая вещь в буду правда крем масло сбила сгущенка все готово какую-то подливку на скорую руку сделать сгущенка десерт творожный сгущенка нужно будет как-нибудь приготовить этот творожный десерт у меня очень мало сметаны осталось поэтому я беру еще фрешка я за фрешка из это если я не ошибаюсь сливочный сыр ну это в принципе что-то похожее на сметану вот типа филадельфии таком плане так густой классный смотрите сметану тоже туда отправим тогда уже буду знать что у меня сметаны больше нет вот это все сейчас быстренько перемешиваю заливаю блинчики ставлю минут на 20-30 в духовку а может быть даже меньше духовка кстати уже включена шапочку из безе делать не буду потому что не хочу будить соседей мне так комната в которой мама спит она напротив сейчас мама выйдет это вообще она мне сегодня уже говорила дочь а что ты куришь ты куда знаете почему потому что я после того как была у лили я еще раз ездила в гослар поэтому это поздно приехала домой но так как я пообещала так как они мне ну как они помогают мне я чем могу помогаю им в общем это не ко мне завтра приедут в гослар или даже меня возможно в гослар отвезут я пообещала блины пообещала нужно делать но это как завтра воскресенье в принципе но гослар завтра работает вот город где я живу все закрыто будет завтра гослар будет работать поэтому все нужно везде успеть так кстати у меня смеются соседи в госларе потому что надо мной две квартиры на первом получается как у нас немцы же считают эрткшос это этаж который на земле стоит а потом идет первый этаж и потом второй так вот этот первый этаж который надо мной они с января переезжают и другие соседи смеются и говорят что вообще живешь в гитаре переезжай в гослар но опять таки вот есть конечно и положительные и не положительные стороны медали до парковки нет представьте как там жить на этажах парковки нет лестница там старинная то есть чтобы подняться на второй этаж нужно два пролета пройти был хоть бы гараж то вообще с парковкой вообще катастрофа в госларе потому что город по старинный это не так просто вот эти вот гаражи где земле выкопаны да так там нужно пешочком идти потому что мы находимся в исторической части города так все хватит если немножко остались комочки ничего страшного это все растворится в духовке но как я сказала помадку и делать не буду потому что не хочу включать миксер в принципе когда без и делаете сахар нужно добавлять постепенно постепенно и не сразу весь так получилось даже немножко больше так и чешется руки немножко еще добавить клюкву она такая вкусная чего и есть поэтому добавляю отправляю в духовку а тем временем пока будет готовиться посмотрю свои любимые расклады и все вуаля готово мои хорошие я вас целую я вас обнимаю блинчики готовятся в духовке блинчики которые с мясом стоят в холодильнике это будет завтра на ужин завтра я обязательно в госларе покажу вам ведь мочек потому что сегодня как-то не получилось им особо удалить внимание затем конечно мне интересны ваши реакции по поводу кулончиков которые сделала кристина я уже вот взвешиваю какой мне взять посмотрите у меня опять новые серьги это я сейчас пробую на себе смородинку так я уже прозвали это шерол ну такой довольно таки тяжелый похож на смородину и хочу также завтра определиться какой кулончик я возьму себе всем желаю хороших выходных спасибо за то что вы остаетесь спасибо за вашу активность за комментарии всех целую всех обнимаю пока пока